Они довольно разные. Начнем мы с выступления Андрея Алексеевича Зайцева, профессора, доктора медицинских наук, главного пульмонолога Министерства обороны, президента Межрегиональной ассоциации специалистов респираторной медицины, который нам расскажет про респираторные нарушения у больных, перенесших COVID-19 и их коррекции. Я напомню, что Андрей Алексеевич у нас выступает постоянно. Это член правления нашего общества. Десятки, наверное, лекций были у нас здесь прочитаны. Пожалуйста, вам слово. Павел Ильич, рад вас видеть и приветствую наших коллег, которые сейчас подключились к сегодняшнему вебинару. Вот я вижу и Амир Каренович и целый ряд других наших уважаемых слушателей, которые, ну, мы, наверное, уже дружим на протяжении длительного промежутка времени. И вот COVID-19 нас так познакомил, и мы продолжаем это общение. Ну, слава богу, кстати говоря, что COVID-19 сейчас в Российской Федерации перестает быть столь актуальной проблемой. И в различных регионах нашей страны, я знаю, закрываются COVID-центры. Буквально 14 марта во многих регионах это произошло. И в целом сейчас перед нами есть другая проблема, связанная, ну, во-первых, с ведением пациентов с бактериальными пневмониями, а таких пациентов будет все больше и больше. А мы ведением пациентов с COVID-19 заложили под них очень серьезную мину в связи с формулировкой диагноза, ну, и с направлениями фармакотерапии. Ну, об этом, наверное, мы чуть позже когда-нибудь и в рамках подобного рода мероприятия поговорим. А вот вторая проблема связана с ведением пациентов. Ну, в первую очередь, на мой взгляд, совершенно очевидно кажется, что это респираторное нарушение в случае перенесенного COVID-19. Потому что это действительно инвалидизирующая проблема, которая составляет проводить и длительную кислородотерапию в домашних условиях, и требуются различные методы фармакологической коррекции этих состояний. Ну, разве что сюда можно еще присовокупить, безусловно, неврологические нарушения, ну и, безусловно, ревматологические проблемы, которые составляют, ну, тоже такой действительно серьезный плац, который нам придется столкнуться в ближайшее время. Ну, во-первых, в отношении терминологии. Потому что в отношении такого длительного, либо лонг-ковида, здесь существует, ну, много таких интересных данных. Но считается, по крайней мере, из тех публикаций, которые сегодня доступны в этом контексте, потому что и мы в Российской Федерации, вот, Павел Андреевич Враньев неоднократно упоминал об этом термине, но считается, что впервые о нем заговорили на самом-то деле сами ПЦМ. И они в своих социальных сетях, обмениваясь информацией по поводу своих клинических симптомов, и, кстати говоря, COVID-19, ну, сыграл в этом отношении, с одной стороны, очень серьезную роль, с другой стороны, видите, сами пациенты привели даже к формулировке вот таких вот диагнозов. И в конечном итоге врачи подхватили эту идею, и этот термин лонг-ковид, продолжающийся симптоматически COVID-19, это в настоящее время уже, ну, в какой-то степени утвержденный термин, которым мы пользуемся и фаным. Здесь тоже все очень непросто, потому что в МКБ-10 у нас есть состояние после принесенной новой коронавирусной инфекции. Кстати говоря, не дадут мне соврать наши коллеги, которые занимаются этими проблемами в условиях стационара, это по каким-то причинам в нашей стране не обеспечивается, эти случаи не тарифицируются по системе КСГ, то есть они не оплачиваются в стационаре, и до сих пор эта проблема не решена. То есть, как хочешь, так и называют больных, которые попадают в стационар, по поводу перенесенного COVID-19, по поводу сохраняющихся изменений легких, требующихся оксигенной терапии и так далее, и так далее. На мой взгляд, термин продолжающегося симптоматического COVID-19, ну, в принципе, является достаточно приемлемым и позволяет нам им активно пользоваться в реальной клинической практике. А вот постковидный синдром, обратите внимание, да, это ситуации, это сохраняющиеся симптомы, длящиеся выше 12 недель, более 12 недель, которые не объясняются альтернативным диагнозом и способны меняться со временем, исчезать и вновь возникают, затрагивая многие системы организма. То есть, о постковидном синдроме мы говорим тогда, когда прошел уже более длительный срок. А вот дальше, прежде чем мы перейдем к следующему слайду, мне бы хотелось, коллеги, упомянуть об очень важных вопросах. Во-первых, все, что касается COVID-19, ну, приобретает всегда какие-то гомерические черты, но с учетом различных мнений, которые цитируют наши коллеги, в том числе, с различных площадок, в том числе, со средствами массовой информации. И вот последним, который я слышал, в том числе, вот наших, в общем-то, руководителей медицинского земля, что практически всем больным, перенесшим COVID-19, требуется так называемая реабилитация. Что понимается под реабилитацией? Какие варианты реабилитации предлагаются? Ведь речь-то идет о нарушении газообменных функций лёгких, ведь речь идет о каких-то нейрофизиологических механизмах, в ряде случаев развития там неврологических проблем, либо оторинолинологических. Зачем всем проводить реабилитацию и что она из себя будет подставлять? Давайте разберемся, а какая часть этих пациентов нуждается действительно в какой-либо реабилитации, куда входит и медикаментозная, очевидно, коррекция различных патологических состояний, которые случаются после перенесенной COVID-19. Так вот, конечно же, на первом месте это у нас та самая усталость. Но что нужно делать в этом контексте? У нас что, есть какие-то варианты влияния на эту составляющую? Да, есть различные адаптогены, есть другие формы фармакологической коррекции, безусловно, есть реабилитационные методики. Но все из них, по большому счету, можно, наверное, вот в этом контексте озвучить о соблюдении режима труда и отдыха, хороший сон и так далее. Но самое главное, нужно обратить внимание, коллеги, на респираторные жалобы, которые действительно беспокоят 60-70% больных, которые перенесли COVID-19. И в первую очередь речь идет об одышке, потому что это жизнеугрожающая проблема, с одной стороны. С другой стороны, это инвалидизирующие вещи, требующие оксигенотерапии в домашних условиях, в том числе. И, наконец, с этим нужно разбираться. Что это? Необходима только оксигенотерапия, что это? Необходимо назначение более длительных пролонкированных антипроагуляторов, то есть нарушения микроциркуляции, либо назначение при уходе кастероводной терапии, но об этом мы чуть позже поговорим. Ну и, конечно же, кашель, на который не обращает внимания очень большое количество наших специалистов. И я могу задать вам вопрос, а вы напишите в чате. Как вы думаете, при COVID-19 и при пост-COVID-19 синдроме, в случае продолжающегося симптоматического COVID-19, какие наиболее часто назначаемые препараты от кашля? И после этого сравним с теми данными, которые я представил в рамках своего выступления. Поэтому, конечно, в первую очередь, наблюдая таких больных, нам нужно разбираться, что мы хотим предложить этому пациенту на основании той симптоматики, которую он демонстрирует. Конечно, анализ симптомов. Нужно выделить основные вещи, на которые мы можем воздействовать. Дальше, конечно же, жизнеугрожающие проблемы, связанные с одышкой. Необходимо оценить выраженность одышки. И не просто так, путем обычного разговора нужны какие-то инструменты для объективизации тех проблем, которые беспокоят нашу пациенту. Конечно же, это можно сделать путем измерения сатурации, то есть пульсоксиметрии. До, после физической нагрузки, до теста 6-минутной ходьбы, после него. И на основании полученных данных снижение сатурации более чем на 4% на фоне физической нагрузки. Ну, а, как правило, ниже 90% – это безусловное требование, в конечном итоге критерии для решения вопроса о медикаментозной коррекции. Очень важный вопрос, который никак не решается и вряд ли будет решен в системе Министерства здравоохранения, когда мы говорим о различных регионах нашей страны. Это диффузионная способность. Я объясню, зачем нам в конечном итоге делать это исследование у большей части наших пациентов. Но вот возможности по определению трансферфактора ДЛСО, к сожалению, ограничиваются крупными центрами. Ну, разве что одним из центров, например, в Екатеринбурге, там, возможно, в Челябинске, там, может быть, в крупных городах. В Московском регионе, конечно же, несколько крупных центров обладают возможностью по проведению данного исследования. Что необходимо делать? Конечно же, расширять их невозможности, потому что пациентов много, потому что именно это исследование в ряде случаев помогает нам разобраться, в том числе с последующими направлениями фармакотерапии. Ну и помните, мы говорили об усталости, о той самой остении. Но, наверное, для принятия решения о назначении какой-то терапии должно оцениваться на объективных данных. Оценка выраженности оцени по шкалам. Кто из нас, из терапевтов, да, обладает подобным роду опытом? Привлекать неврологов для большей части наших пациентов, наверное, не получится. Наверное, это тоже путь для внедрения, ну, объективизации выраженности оценивания в реальной клинической практике. Тем более, что это можно сделать, ну, в течение нескольких минут, используя, ну, очень простые инструменты. По части выраженности одышки. Но вот ничего, к сожалению, пока лучше не придумать, кроме того, чтобы померить жизненно важные показатели и пульс, и давление, ну, и, конечно же, сатурацию, включая оценку частоты дыхательных движений после физической нагрузки. Это либо трех-, либо шестиминутный тест ходьбы, либо одноминутный тест сесть-стать, соответственно, возможностям пациента. В идеале это, конечно же, использование шкалы Борга. Я не буду останавливаться, сделайте скриншот, пожалуйста, глубоко уважаемые коллеги, об проведении, как проводить тест шестиминутной ходьбой, да, или одноминутный тест сесть-стать. Сейчас модифицированная шкала Борга. Здесь тоже очень важно ее использовать. Она достаточно простая, пожалуйста, сделайте скриншот с этого слайда. Дальше бальная оценка, которая позволяет оценить в конечном итоге выраженность одышки. И в зависимости от этого принять решение о направлении фармакотерапии, мы об этом чуть позже поговорим. А вот дальше ДЛЦО. Зачем нам нужно это делать? Во-первых, это были одни из первых работ, и я ими тоже очень горжусь, потому что практически, да, как только пациенты, ну, на то, потому что, например, мы не знали даже, технологически они были безопасны, либо существовало какое-то опасное заражение. Но спустя полторы-две недели после того, как мы могли их собрать из ковид-центра, например, в пневмологический, да, чистый, так скажем, стационар, мы все-таки пошли на риск выполнять им это самое исследование. Не только спериметрию, но и комплексное исследование с оценкой объемов и оценкой диффузионной способности легких. Очень интересная работа, которая, повторюсь, была одной из первых в мире, которая сразу же поставила в очередной раз очень важный вопрос в терминологии, что ковид-19 это не пневмония, что это совершенно специфическое поражение легких, требующее совершенно иных режимов паникотерапии. Так вот, оказалось, что в отличие от банальной пневмонии никаких нарушений, рестриктивных, никаких обструктивных нарушений у этих пациентов не наблюдалось, а наблюдалось только лишь снижение газообменных функций легких. То есть это сразу же говорит нам о том, что есть нарушение микроциркуляции в легочных артериальных кровеносных сосудах в виде эндотериита и микротромбоза, тем самым нарушается вот тот самый трансферфактор, то есть диффузия кислорода через альвеолокапиллярную мембрану в кровоток, в артериальное кровеносное русло. Значит, здесь есть нарушение в виде отека и воспаления, которое тоже препятствует диффундированию кислорода в это кровеносное русло. Значит, второй вариант – это как раз соответствующее воспаление респираторных отделов легких. И, конечно же, на основании выраженности ЛЦО мы могли планировать направление по фармакотерапии даже вот таких вот пациентов. И здесь тоже ничего особенного нет, потому что сразу же возникла идея, с одной стороны, о назначении глюкортикостероидов, только уже не тех дозах, когда мы говорим о купировании цикакинного шторма, о средних дозах ККС, что и приводит, в общем-то, к уменьшению выраженности соответствующего воспаления и улучшению состояния этих пациентов. Другое, то, о чем говорил Павел Андреевич неоднократно, – это нарушение микроциркуляции, значит, пролонгированная терапия либо низкомолекулярными гипаринами, либо перорайными антикакулянтами, что более удобно для наших пациентов. Это тоже приводит к более быстрому разрешению вышеозначенных симптомов респираторных в виде одышки и в виде вот той самой дыхательной недостаточности. Поэтому, конечно, в идеале, принимая решение о непростой, кстати говоря, фармакотерапии глюкортикостероидами, она ведь длительная в этом контексте уже, в отличие от купирования цикакинного шторма, используя ДЕКСа, либо режимы с использованием преднизолона, либо метилпреднизолона, то, конечно же, это необходимо внедрять и в различных регионах нашей страны создавать эти центры пульмонологические, в том числе, которые, по крайней мере, способны проводить вот такую экспертную работу в отношении, ну, хотя бы определения ТЛЦО у больных, перенесших тяжелую COVID-19, сохраняющуюся изменения. А вот дальше зачем нам это нужно? Оказывается, все очень интересно спустя несколько месяцев после перенесенной новой коронавирусной инфекции. То есть у большей части этих больных, которые были выписаны, компьютерная томография к четвертому, там, шестому месяцу после выписки экстракционера практически уже не демонстрирует никаких изменений. И, конечно, ни о каком пневмофиброзе в подавляющем числе случаев вообще речь не идет. Это отдельная группа пациентов. Так вот, оказывается, у них нет изменений на КТ. Но при этом у них есть одышка, о которой мы говорим. Это как раз те пациенты с тяжелым COVID-19, и вот до сих пор, да, еще не обретшие трудоспособность, да, и крепущие даже оксигенотерапию в ряде случаев. Но при всем при этом у них, оказывается, есть вышеозначенные жалобы, и плюс к этому есть еще и нарушение газопинной функции легких, определяемых по ДСО. И вот здесь точно совершенно понятное направление. Коль скоро воспаления уже нет, значит, речь идет о сосудистом русле, нарушении микроциркуляции. И это вопрос, как раз, который мы можем задать в полном речи сегодня. До каких моментов необходима вот такая вот длительная терапия антикоагулянтами? Дозы лечебные, либо профилактические, вот в этом случае. На мой взгляд, это действительно полонгированная терапия лечебными дозами пероральных антикоагулянтов, да, либо рецабан, либо апельсабан. Ну и в отношении кислородотерапии, ой, прошу прощения, назначение глюкортикостероидов. Это тоже, помимо купирования явления цитокинного шторма при остром COVID, это была первая работа, которая тоже была публикована, 12 мая. Она осталась до сих пор незамеченной в этом контексте, по участию введения пациентов с продолжающей синтематической COVID-19. Но, на мой взгляд, из песни слов не выкинешь, потому что именно тогда уже мы постарались упомянуть и об этом контексте, описав, что если у больного сохраняются изменения по данным компьютерной томографии, есть нарушение газообменной функции легких, то есть критерии назначения этого лечения, то, пожалуйста, средние дозы преднизолона 25-35 мг. Это прекрасная ситуация, прекрасная стратегия, которая позволит, ну, достаточно краткие сроки привести к улучшению газообменной функции, да, и, соответственно, уменьшению выраженности одышки и, по большому счету, возвращения пациентов, извините, по военному устрою, по-другому и не скажешь. Вот, и как раз на сегодняшний промежуток времени это единственная стратегия, которая во всем мире уже теперь активно рассматривается. Правда, исследований в этом контексте пока еще мало, почему-то для меня это вызывает тоже определенный год в вопросах, но, по крайней мере, коллеги из Швейцарии, которые создали документ в отношении продолжающегося математического COVID-19, тоже рассматривают эту идею основной, именно системной ГКС в случае наличия соответствующих критериев для их назначения. Это газообменная функция легких нарушена, это одышка, это сохраняющиеся изменения по результатам компьютерной томографии, ну и газировки такие же, которые я озвучивал ранее. Кстати, работа эта была выполнена в конце 2021 года, а мы эту идею пропагандируем на протяжении уже, в общем-то, начиная с мая 2020. 25 мг и общий срок с последующим снижением до полной отмены в течение 7 недель, это один из вариантов введения пациентов с продолжающейся математическим COVID-19 при нарушенной газообменной функции легких. Это вот такая фармакотерапия. Ну и первая работа уже с доказательной базой, мы ее опубликовали, к сожалению, недостаточно поздно, вот уже собрав воедино какие-то инструменты в отношении даже рандомизации больных, получавших, не получавших любую текущую терапию. И оказалось, что да, действительно, такое лечение приводит даже на этапе стационарного звена, то есть полторы-две недели нахождения в стационаре, улучшение газообменной функции легких, снижение потребностей в кислороде и, ну, конечно же, выписание пациентов уже трудоспособных на фоне подобного рода фармакотерапии. Дальше вопрос в отношении антикоагулянтов. Он до сих пор остается, ну, под большим вопросом, потому что, с одной стороны, гематологи говорят нам, что более 30 дней пролонгировать эту терапию, ну, у большей части больных без факторов физико-минозного тромбоэмболизма не стоит, с другой, это связано как раз с данными по части того самого трансферфактора, вот видите, вот здесь вот ДЛЦО. Если по данным ДЛЦО, конечно же, этот показатель является сниженным, то вполне очевидно, до нормализации, до приведения к нормальным уровням, в том числе и этих данных, наверное, терапию антикоагулянтов продолжать все-таки стоит. Лечебные либо профилактические дозы, это, конечно, вопрос, ну, по части доказательной базы пока еще остается без ответа. Что бы мне хотелось сказать? На кислородотерапии я останавливаться не буду, но мы прекрасно знаем эти показания, в том числе для домашних условий. А вот симптоматическая терапия – это еще одна серьезнейшая проблема. Все, что касается COVID-19, забило огромным количеством, к сожалению, ошибок в поле продмазии. При остром COVID-19 самый частный назначаемый препарат до сих пор – это антибиотик, что совершенно неправильно. А на втором месте, глубоко уважаемые коллеги, вы это прекрасно знаете, это мукоактивный препарат. Почему они назначаются при сухом кашле? Ну, это вызывает целый ряд вопросов. Ну и вот продолжающийся симптоматический COVID-19 – все то же самое. Обратите внимание, мы поговорим сначала об остром периоде. В случае продолжающегося симптоматического COVID-19, те рекомендации, которые найдут на сайте Румнот, ну, с точки зрения симптоматической терапии, мне кажется, выглядят достаточно взвешенными. Противокошлевые препараты, глубоко уважаемые коллеги, потому что кашель сухой. А в случае острого периода, но здесь я не могу не обойти вниманием суть эту тему, тоже работа, датируемая июнем 2020 года, где помимо направления лечения, по скандалу с COVID-19, было упомянуто, что кашель при ковиде сухой. Поэтому, коллеги, давайте не будем назначать мукоактивные препараты, как мы назначали их при пневмонии, потому что здесь совершенно другая уникальная ситуация, связанная с тем самым специфическим патогенезом в поражении респиратомных отделок легких, связанным с эндотелиидом, нарушением микроциркуляции и соответствующим воспалением, связанным с выбросом провоспалительных цитокинов, то есть гипроцитокинами. То есть только противокашлевые препараты нам помогут. И это было озвучено и в последующих, в том числе зарубежных работах. Кстати говоря, это единственная работа, посвященная кашлю, зарубежная, которую я встречал в подмет до сегодняшнего нужда времени. Но мы были первой страной в мире, вне всякого сомнения, где именно вопросы симптоматической терапии, мы сделали для этого очень многое. Мы только решили, к 10-й версии нам удалось добиться принятия этой точки зрения, что давайте назначать при сухом кашле противокашлевые препараты, среди которых бутамират, леводропапезин и линголин фигурируют. Впоследствии в 2021 году появились рекомендации Найсен из Великобритании, которые продемонстрировали такую же идею. Кстати, во всех остальных рекомендациях, включая ВОЗовские, вопросы симптоматической терапии кашля вовсе не рассматриваются. Так вот, наши коллеги из Великобритании, и хоть на них сейчас, конечно, нецелесообразно ссылаться, по целому ряду причин, но так или иначе, они тоже определили именно возможности для противокашлевых препаратов. Но так как в этой стране и в Лондоне, я так понимаю, что когда инцидержащий препарат отпускается без рецепта, в отличие от нашей страны, они рекомендовали именно эту стратегию. Я, кстати говоря, с этим согласиться не могу. Почему? Потому что если мы говорим о стационарном введении больных, то когда инцидержащие средства, конечно же, влияющие негативно на дыхательный центр, а у пациента с соответствующим объемом поражения, с десатурацией, ниже 90%, а кашель приводит к этим эпизодам, то есть нарушается ритм дыхания, конечно же, это приводит к еще более усугублению газа, а в ряде случаев на фоне кашля вы знаете этих пациентов, вплоть до интубации трофеи, такие ситуации тоже бывали, а сколько на фоне кашля у нас наблюдалось пневмотораксов, различных других фуминантных осложнений, приводящих пациента на ИОЛ, в конечном итоге проводящих портальному исходу, то есть кашель – это очень важно при COVID-19. Так вот, КДН-содержащие, влияющие на дыхательный центр, мне кажется, нецелесообразный использователь. Тем более, что у нас с вами есть три лекарственных средства, которые мы можем использовать либо в режиме монотерапии, а если у нас вторым-третьим сутком не получается добиться эффекта, то даже комбинировать их, добиваясь до очередного симптоматического действия. И вот на примере бутамирата у нас есть российский препарат, сейчас с точки зрения вот как раз тех самых санкций и тех проблем, связанных с лекарственным обеспечением, наличие, ну, собственных препаратов, это действительно очень важно. Так вот, бутамират, КДЛАКНЕО в различных лекарственных формах, начиная от капли для детей и заканчивая таблетками и сиропом, то есть все наши возможности по большому счету перекрывает эта лекарственная форма для оккупирования кашель, в том числе у больных как с COVID-19, так и с продолжающимся COVID-19, с симптоматическим, да, уже после выписки из стационара, по крайней мере, из COVID-19 центра. И доказательная база вполне себе достаточная, это препарат центрального механизма действия, блокирующий, да, кашель в центральном звене, и он в рамках исследований клинических продемонстрировал такую же симптоматическую эффективность по части купирования кашель, как и КДН, содержащий препараты, поэтому, пожалуйста, КДЛАКНЕО мы можем активно использовать в реальной клинической практике. О том, что кашель – это серьезнейшая проблема у больных после COVID-19, да, после перенесенного COVID-19, вы можете обратить внимание, посмотрев на этот слайд. 40-50% к исходу восьмой недели продолжают кашель. Но кашель сухой, возьмите это на вооружение, глубоко, уважаемые коллеги. Он не требует назначения ансилса, стеина, амбракцола и других препаратов. Только к супрессанты кашля в этой ситуации помогут облегчить состояние больного. Да, у части больных, вы скажете, наблюдается продуктивный кашель. Совершенно с вами согласен. Но когда это наблюдается? Когда больной тяжелый, когда он перенес COVID-19 в отделение гремаций-интенсивной терапии, была необходима инициация инвазивной вентиляции легких с присоединением, к сожалению, в этом контексте бактериальной инфекции, то вполне очевидно, длительные признаки того самого бронхита, сохраняющегося с продуктивным кашлем, вам не себе требуют назначения мукоактивных препаратов. Но слава богу, таких пациентов, ну, 5-6%, 8%, как говорят нам данные зарубежных клинических исследований, максимум. Поэтому, конечно, если кашель продуктивный, и мы сталкиваемся с подобным родом больным, то, пожалуйста, не можем назначать соответствующие мукоактивные стратегии. И, кстати говоря, у компании российской есть кодолаг-бронхо, который тоже в этой ситуации может использовать как мукоактивный лекарственное следование. А вот дальше очень интересный вопрос, на который стоит обратить пристальное внимание, как уважаемые коллеги. Огромное количество, помимо респираторных жалоб, больных, которые предъявляют жалобы на различные ревматологические ситуации. В первую очередь на суставной синдром. Это тоже 30-40% больных. И вот здесь очень интересный контекст, который, конечно же, с ревматологами нужно обсуждать. Потому что у большей части больных это все проходит без следа, в виде того самого поствирусного артрита. Но я не совсем согласен с нашими коллегами, которые считают, что вот такие рецидивирующие артриты связаны с персистированием вируса в организме человека. Мне кажется, это уже просто запуск аутоиммунного заболевания. А в некоторых случаях, кстати говоря, это просто не диагностированный аутоиммунный процесс вот у данных пациентов. Поэтому имейте в виду, что этого больного спустя 6-8 месяцев, у которого сохраняется суставной синдром, пожалуйста, нужно пообследовать. Нужно вновь определить цирреактивный белок, ревматоидный фактор, но и, безусловно, ряд других показателей и в конечном итоге по версии у него может оказаться системная кратство оболчанки или какой-либо другой процесс, требующий соответствующей фармакотерапии. Возможно, те же самые глюкоритостероиды в определенных дозах в течение длительного шутка времени. Ну и в завершение тот алгоритм, который бы мне хотелось еще раз проговорить вместе с вами, коллеги. Он достаточно простой. Давайте не разбрасываться голословными фразами о том, что всем больным нужна какая-либо реабилитация. Давайте определимся с направлениями этого лечения. На мой взгляд, на сегодняшний промежуток премии связан со специфическим поражением легких, вот этот самый патогенез, мы его 10 раз сегодня с вами проговаривали, но вот он не оставляет шанса для инструментальных каких-то физиотерапевтических методик, которые бы способствовали очень быстрому улучшению газобина функционировки. На мой взгляд, таковых нет. Только лишь два направления. Это глюкортикостероиды, это антикоагулянты, в соответствующих газировках, о которых мы сегодня поговорили. А вот другие инструментальные методики, которые повлияли бы на газобину функционировки, но здесь очень большой вопрос. ГБО, но исследований пока в этом контексте нет. Да, конечно, оксигенотерапия присовокупив к этим двум лекарственным стратегиям. Астения. Сейчас, конечно же, вал этих рекомендаций, но тоже давайте к ним относиться достаточно серьезно. Во-первых, серьезной доказательной базы нет. Это раз. Второе, нам нужно объективизировать оценку этой астении. Давайте использовать хотя бы там 20-ти больную шкалу астении. В зависимости от этого принимать решение. Какие это будут препараты? Мелдранат, либо какие-то другие, но пока же время. В ряде ситуации мы можем это назначать. Ну и самое главное, правильная симптоматическая фармакотерапия, противокошлевые препараты с упоминанием о тех лекарственных стратегиях, о которых мы сегодня вместе с вами обговорили. В 90% случаев, я уверен, вы это прекрасно знаете, потому что это сухой кашель у подобного рода пациента. Процентов 5, максимум 10, 8 я упоминал. Необходимостью инвазимной вентиляции. В большинстве своем это именно такие пациенты. Вот здесь эти препараты могут быть востребованы. Но таких больных небольшое количество. Я благодарю вас за внимание, глубоко уважаемые коллеги, готов ответить на вопросы, если таковые возникли. Спасибо. Да, спасибо. Ну, что-то с вопросами у нас как-то пока мало. Павел Андреевич? Да. Вы меня слышите? Или не слышите? Я слышу. Слышу. Слышно, да? Хорошо. Значит, я хотел отметить первое, что вы у нас являетесь автором рекомендаций, ГНОТ, которые вышли первый раз на рубеже весны-лета 2020 года, и где все ваши идеи, несмотря на то, что Минздрав их никак не хотел воспринимать, мы отразили. Я имею в виду глюкокортикостероиды, как вы помните, да? Мы с вами тогда их обсуждали, что их надо применять. И пока английские специалисты не сказали про дексаметазон, наши специалисты в чиновничьих погонах, они не к вам относятся, извините, они не чесались включить глюкокортикостероиды в рекомендации Минздрава. Потом появились, но мы немножко скорее это все делали. Я не понимаю, вы в эфире, не в эфире, Андрей Алексеевич? Я в эфире, я вас прекрасно слышал. Ну ладно, просто у меня картинка стоит. Вот, второе, значит, что касается Бутамирата, я это с вашей подачи тоже сразу же внес в рекомендации, и я хочу сказать, что мы им пользуемся направо и налево, это препарат номер один у нас сегодня в лечении кашля при ковиде, постковидном синдроме. Кашель – частый симптом, тут вопросов никаких нет. Единственное, знаете, что мы заметили? Очень многие больные начинают говорить, что у них мокрый кашель, извините за сленг, а на самом деле речь идет о скоплении слизи в носоглотке, в ротоглотке, которые они заглатывают немножко и вроде бы как откашливают с мокротой. На самом деле, вот они очень пишут, с утра мокрота прямо вот мокрота шла, а потом раз и сухой кашель. И на это нужно обращать внимание, да, не надо верить больному на слово, надо спросить все-таки, как он кашляет. Потому что если он поутру откашивает какой-то плевок мокротный, а потом у него сухой кашель, это не мокрота. И здесь, конечно, выбор бутамирата и там всех препаратов, которые вы дальше обсудили, левопронта, безусловно, это препараты номер один. Мы их никогда не микшировали между собой, мы их меняем, честно говоря. Иногда бывает, что бутамират не работает, мы рекомендуем перейти на левопронт. И как правило, на этом вопрос кончается. Но 90, наверное, процентов бутамирата хватает. Вот. Я тут не в качестве рекламы, я в качестве того, что мы просто используем ваши рекомендации. У нас все-таки 6 тысяч человек прошло, не такая маленькая группа больных есть, о чем рассказать. Мы не выбирали, конечно, специально, кому что мы даем, но тем не менее. Вот. Теперь сейчас там какие-то вопросы пошли, сейчас я еще несколько комментариев скажу. В отношении антикоагулянтов, значит, мы ориентируемся все-таки на растворимый комплекс фибринономер. Их мало кто делает, но у нас чувствительность такая, 75% РФМК повышена, а додимер 25%. потому что додимер это не свертывающая система, это система фибринолиза. А при ДВС-синдроме, при хроническом, при остром, уж тем более, падает плазминоген, падает возможность осуществлять фибринолиз. И в результате додимер нормальный, а коагуляция при этом идет. И поэтому мы больше все-таки обращаем внимание на РФМК. Ну, с точки зрения воспаления, кстати говоря, при постковидном синдроме довольно мало больных с цирреактивным белком, с ферритином, с высоким фиброгеном. Интерликин мы смотрим 6-й еще, тоже так, в общем, хорошо он работает. Но с точки зрения подтверждения внутрисосудистой коагуляции, так сказать, обоснования назначения антикоагулянтов, мы больше ориентируемся на РФМК. Дозы, вы знаете, у нас в стране что-то с дозами какая-то произошла лажа, я бы сказал, извините за выражение, потому что профилактические дозы Эликвиса это 5 мг два раза в сутки. Почему Минздрав пишет 2,5, я не знаю. В инструкции напишут, что 2,5 используются в остром периоде после операции. Фибрилляция желудочков, любые другие тромбоэмболизмы, всегда 5 мг. Работы о том, что 2,5 это плацебо, они существуют. То же самое касается ксорелта. Мы даем 10 мг два раза в сутки, потому что время полужизни 12 часов. Почему нужно дать 10 раз в день, это вообще безумие какое-то. Единственное, что с продакцией мы совпали, 110 мг два раза в сутки, и у нас и в рекомендациях Минздрава одинаково. Вот. Ну, выбор тут, пожалуйста, любой вкус и цвет, препараты доступны, они закуплены, их сейчас много, тем более, ковид действительно проседает, а препараты в аптеках лежат. Поэтому, если возникает такая необходимость, то пожалуйста. еще одно замечание, даже не замечание, не знаю даже, как сказать. В общем, мы имеем в основном в нашей практике дело с больными, которые довольно давно болеют. Много месяцев чаще всего. И, может быть, из-за этого есть не очень хороший эффект, мы оцениваем примерно 75%, при применении антикоагулянтов. А вот, в Хакасе они пишут о том, что они на ранней стадии, уже там через месяц-два после ковида, при постковидном синдроме, там, пожалуйста, лонковид, это неважно, они делают плазм ФРС с хорошим результатом. А мы делаем через год с не очень хорошим результатом. И вот возникает вопрос о том, что, может быть, наши активности, связанные с аутоиммунными всякими ситуациями, о которых вы упомянули, они, может быть, нужны в более ранней срок до того, как уже сформировалась какая-то глубокая патология. Это вопрос тоже такой, который мы обсуждаем, я не знаю, как к нему подобраться. Вот, тот центр, который сейчас функционирует в Твери, там сейчас уже 500 человек прошло, у них, в общем, более-менее рано люди приходят к ним, чем к нам. Вот, посмотрим. Значит, там 100%, как и мы, собственно, выявляем, у 100% имеется повреждение нервной ткани, проявление, поражение нервной системы, и вот эти боли, о которых вы говорите, они скорее связаны с повреждением нервной системы, хотя это все равно тоже аутоиммунный процесс, это одно другому не мешает, чем, собственно, ревматологический, потому что мы обсуждали с Насоном Евгением Львовичем, он говорит, что никакого роста ревматологической патологии нет, вот сколько ни смотрели, прямого прироста ревматологических заболеваний не происходит, а в то же время клиника, конечно, таких вот приходящих каких-то нарушений ревматологических, она присутствует, вот, вот это ничему не противоречит абсолютно, ну, просто вот такие замечания. Так, теперь, так, что тут вопросы, там, приполезнейшие, актуальные, все хорошо, так, большой вопрос, все-таки ГКС проще назначить, а, все-таки это ГКС, проще назначить протикошлевой препарат, ну, проще, наверное, Андрей Алексеевич. Да нет, это я ответил уже Галине Барановой в чате. вы уже ответили. Вопрос о том, 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 я хотел бы озвучить, что в этой ситуации, конечно, ГКС может быть сработает, ингаляционно, естественно, речь идет именно об этом, но не проще ли противопрошиловый препарат назначить в качестве первой линии, и если уж кашель не пройдет, дальше разбираться с этим симптомом, чем он может быть обусловлен. Ну и здесь при постинфекционном кашле ингаляционный глюкотокостероид мог означать так, по-начейски. Ну, я должен сказать, что кашель же не единственный симптом постковидного синдрома, он же там в совокупности. Как только вы эту совокупность обнаруживаете, то вы понимаете, что лечить отдельно кашель не имеет смысла это симптоматическое лечение, а лечить вам надо ту аутоиммунную патологию, тромбовоскулит, о котором уже много раз говорилось, а это антикоагулянты на первом месте и глюкотокостероиды на втором. Место для меня пока не ясно. Вот, может быть, надо их раньше начинать. Я не знаю просто. У меня нет ответа на этот вопрос. Как и плазма ФРС, может быть, надо делать это раньше, может быть, мы затягиваем, перетягиваем, опасаясь, ну, типа, они же опасны. Ну, поверьте мне, вот в остром периоде у нас примерно 20% больных получают глюкотокостероиды по 30 миллиграмм, иногда по 60 редко, ну, 3-5 дней и все. 3-5 дней они выходят из этого состояния, из сатурации сниженной, лихорадкой высокой. Абсолютно безопасно. Ну, вот поверьте, абсолютно безопасно. Это вообще препараты не самые тяжелые. Когда вы их долго принимаете, конечно, но если вы принимаете коротким курсом, мы их отменяем сразу, никаких там пролонгирных отмен и так далее. Ну, как при любой пульс терапии, вы же делали пульс терапии, вы же потом не устраиваете из-за этого какую-то длительную гормональную терапию. Так, ваши рекомендации по физиотерапии после пробреждения легких. Вот тут я небольшой специалист. Как раз режим труда и отдыха, если мы говорим об остыне, как после других перенесенных тяжелых построкоспираторных инфекций, а каких-то инструментальных методик, улучшающих доза обмену функции легких, я, к сожалению, не знаю. Ну, мы используем физические методы всякие, гимнастики дыхательные, легкие причем, да, поскольку уже тут прозвучало о том, что легкие рвутся у ковидных больных, то мы очень аккуратно к этому относимся, упражнения такие минимальные, не дай бог надувать шары там и использовать нагрузочные вещи, которые могут вызвать нарушение целостности легучной ткани. Вот, так, что из аптоген, адаптогенов, ну, я не знаю, есть у вас ответ на этот вопрос? Вы знаете, нет, ответа нет, потому что препаратов достаточно много, вот, и начиная от милдраната, в котором, вы знаете, всегда попадались наши спортсмены, вот, вполне себе, с одной стороны, хорошая стратегия, и она прекрасно работает, с другой стороны, исследования пока, ну, доказывающих эффективность в случае нет, ну, мне кажется... Максимум, что мы себе позволяем, это использовать продукты питания на стле, высококалорийные, содержащие большое количество всего и вся, а на самом деле остыни или слабости, если уж быть точным, вопрос о слабости. Слабость – это результат повреждения нервной системы, и она уходит благополучно на антикоагулянтах, она не требует какого-то специфического лечения, это общее проявление той самой патологии нервной системы, которая встречается по нашим данным у 70% пациентов, есть не больше, я сейчас цифру сходу не назову, но она у нас опубликована в рекомендации, на нее всегда можно посмотреть, и это очень быстро корректируется, как-то ни странно, потому что нет такой болезни слабости, вы же не можете сказать, что это такое, это общее проявление, это не интоксикация точно, но уходит это все вместе со всеми другими состояниями, вообще образ болезни у нас довольно хорошо прописан, мы его пересчитывали несколько месяцев, месяца два назад докладывали по постковидному синдрому и по ковиду образа болезни в зависимости от штаммов, большой разницы мы не видим, по постковиду ее просто нет, по ковиду, по острому, немножко есть различия по симптоматике, но они не столь существенны, хорошо, ну я так понимаю, что вопросов больше нет, тогда мы Андрея Алексеевича поблагодарим еще раз и... Спасибо.